Для того, чтобы соединять наши ромашки в полотно, мы должны обвязать еще последний ряд и как бы вписать круг в квадрат, то есть у нас получился квадратный элемент. Вот мы довязали круглую ромашку, смотрите видео предыдущее, как вязать ее. И теперь мы будем провязывать последний ряд из воздушных петель. После глухой петли, которую мы связали, по цепочке из воздушных петель, мы провязываем глухими петлями. Три глухие петли. То есть мы должны следующий ряд начать на вершине арочки. Провязываем 8 воздушных петель. И в следующую арочку, в третью воздушную петлю, мы провязываем столбик без накида. Вы можете не вкалывать именно в петлю, а провязывать под арочку. Так будет легче, если кто вяжет первый раз. Я буду провязывать более сложный вариант провязывания в петлю. То есть мы вкалываем воздушную петлю и провязываем столбик без накида. Далее провязываем 8 воздушных петель. И в следующую арочку, тоже в третью воздушную петлю, провязываем столбик с накидом. То есть сейчас мы уже будем формировать угол. То есть у нас будет арочка более длинная, высокая. 12 воздушных петель. Следующую арочку, провязываем столбик с накидом. Вот у нас уже образуется первый угол. И мы как бы провязали половину стороны квадрата. То есть не полную сторону. Дальше провязываем 8 воздушных петель. И в третью воздушную петлю, провязываем столбик без накида. 8 воздушных петель. В следующую арочку, столбик без накида. 8 воздушных петель. И в следующую арочку, столбик без накида. То есть мы подходим уже к следующему углу. И нам нужно формировать угол. 12 воздушных петель. Столбик без накида. Столбик с накидом в третью воздушную петлю в следующей арочке. В третью воздушную петлю в следующей арочке. 8 воздушных петель. В третью воздушную петлю в столбик без накида. В третью воздушную петлю в следующей арочке. Теперь угловую арочку вяжем. 12 воздушных петель. И столбик с накидом в третью воздушную петлю в следующей арочке. Вот у нас уже провязана половина стороны квадрата. Целая сторона. Целая сторона. Еще мы провязываем целую и половинку. 8 воздушных петель. В третью воздушную петлю в следующей арочке провязываем столбик без накида. 8 воздушных петель. В третью воздушную петлю в следующей арочке столбик без накида. 8 воздушных петель в следующей арочке провязываем столбик без накидом в третью воздушную петлю в следующей арочке. Угловую арочку вяжем. 12 воздушных петель. Столбик без накидом в третью воздушную петлю в следующей арочке. 8 воздушных петель. И в глухую петлю перед арочкой. То есть у нас уже заканчивается ряд. Мы вернулись туда, откуда начинали. Вот у нас получился такой квадрат. То есть мы круг вписали в сетчатый квадрат. Теперь мы будем присоединять один квадрат к другому. Один у нас уже полностью связан. А второй мы связали половинку стороны квадрата целую сторону, целую сторону. И следующую третью целую сторону мы будем присоединять к нашему готовому квадрату. И вот здесь в конце довяжем половину стороны. Мы уже начинаем присоединять там, где длинные арочки угловые. То есть мы присоединяем теми арочками, которые у нас соприкасаются. Вот если приложить элементы друг к другу, они будут прикасаться там, где у нас вершины арочек. Когда у нас арочка длинная, 12, мы будем провязывать 6 воздушных петель, делать прикреп к вершине этой арочки, провязывать 6 воздушных петель и делать прикреп столбиком с накидом вот сюда. Следующие 3 арочки у нас состоят из 8 воздушных петель. Поэтому мы будем провязывать 4 воздушные, делать при соединении 4 воздушные. 4 воздушные при соединении в вершину, 4 воздушные. 4 воздушные при соединении, 4 воздушные. И последнюю арочку длинную провязываем 6 воздушных при соединении 6 воздушных. Я буду присоединять при помощи протягивания петли воздушную петлю. Можно присоединять глухими петлями, столбиком без накида. Есть разные варианты. Мы будем пробовать таким вариантом вязать. Провязываем 6 воздушных петель. Вынимаем крючок. Вкалываем крючок в 6 воздушную петлю арочки готового цветка. Набрасываем петлю и протягиваем ее через воздушную петлю. И заканчиваем. Провязываем следующие 6 воздушных петель. Вот у нас первое присоединение уже произошло. Чтобы не путаться, вы можете вот так раскладывать элементы и смотреть, где присоединение. Далее по рисунку мы должны провязать вершину арочки столбик с накидом. Если вы еще не запомнили рисунок, значит положите перед собой схему, для того, чтобы не запутаться. Столбик с накидом. Следующая арочка у нас будет из 8 воздушных петель. Значит провязываем 4, делаем прикреп. 4 воздушные петли. В этой арочке находим середину, то есть четвертую воздушную петлю. Набрасываем петлю и протягиваем. Довязываем оставшиеся еще 4 воздушные петли. И делаем в следующую арочку прикреп посредине в арочку. Посредине у нас будет в третью воздушную петлю. То есть не путайте. Этот ряд идет у нас из 8 воздушных петель. А этот ряд, где мы присоединяем, где еще не довязанный элемент, тут у нас арочки из 6. Поэтому середина будет в третью воздушную петлю. А с этой стороны будет середина в четвертую воздушную петлю. Следующая арочка у нас будет из 8 воздушных петель. Значит мы здесь провязываем 4, делаем присоединение и еще 4. 4 воздушные петли. Делаем присоединение. И следующие 4 воздушные петли. Следующую арочку в середину, то есть в третью воздушную петлю, провязываем столбик без накида. Еще у нас арочка из 8 воздушных петель. Значит мы провязываем 4 воздушные петли. Понимаем крючок. Вкалываем в четвертую воздушную петлю справа. Протягиваем петлю. Довязываем еще 4 воздушные петли. И в третью воздушную петлю следующей арочки провязываем столбик с накидом. У нас осталась одна большая арочка из 12 воздушных петель. Значит мы провязываем 6 воздушных петель. В шестую воздушную петлю арочки вкалываем крючок, набрасываем петлю, протягиваем. И провязываем еще 6 воздушных петель. В следующую арочку в третью воздушную петлю левого цветка провязываем столбик с накидом. То есть вот у нас уже произошло присоединение. И нам осталось довязать последнюю арочку. Провязываем 8 воздушных петель и в глухую петлю перед первой арочкой, то есть мы уже довязали до конца ряда, замкнули в круг. Провязали глухую петлю, я еще провязываю воздушную петлю, чтобы закрепить и обрезаем нить. Таким образом мы связали, присоединили два элемента. Нужно ли разглаживать эти элементы, когда вы вяжете? Вот связали первый элемент, нужно ли разглаживать? Можете разглаживать, тогда вам будет видно лучше рисунок. Вот разглаженный вариант. Можете не разглаживать, но когда вы каждый отдельно будете разглаживать, вам нужно в углах обязательно в каждую арочку булавочкой зафиксировать. Но если вы вяжете полотно, то у вас в процессе вязания арочки и так будут вытягиваться, поэтому вы можете погладить весь кусок после того, как вы свяжете. Не обязательно каждый элемент выглаживать. Как присоединять две стороны, три стороны и четыре стороны? То есть таким же способом положите так, как вам удобно присоединять с этой стороны. Вот так. По ходу вязания мы будем присоединять одну сторону и другую. После провязывания столбика с накидом, когда мы должны вязать длинную арочку из 12 воздушных петель, мы начинаем вязать 6 воздушных петель, находим вершину арочки готового элемента и вкалываем крючок. Протягиваем петлю, довязываем следующие 6 воздушных петель, под арочку в третью воздушную петлю провязываем столбик с накидом. Теперь у нас будет 3 арочки по 8 воздушных петель. Значит мы провязываем 4 воздушные петли, находим середину арочки справа, калываем крючок, протягиваем петлю, провязываем еще 4 воздушные петли. В третью воздушную в центр арочки слева провязываем столбик без накида, 4 воздушные петли. В четвертую воздушную справа набрасываем крючок, протягиваем петлю, 4 воздушные петли. В третью воздушную петлю слева провязываем столбик без накида, 4 воздушные петли. В четвертую воздушную петлю справа вкалываем крючок, протягиваем крючок, 4 воздушные петли. Далее у нас столбик с накидом, в третью воздушную петлю слева провязали столбик с накидом и теперь будет длинная арочка 12 воздушных петель. Значит 6 воздушных петель, у нас уже есть место прикрепления, там где у нас прикрепились 3 ромашки. Вот в эту петлю, в которую мы вкалывали предыдущий раз, мы протягиваем петлю, дальше 6 воздушных петель. И третью воздушную петлю, следующие арочки слева провязываем столбик с одним накидом. Вот у нас красивая такая розеточка получается. Следующую сторону будем соединять. У нас 3 арочки по 8 воздушных, 4 воздушные петли, слева находим 4 воздушную петлю, справа вернее, протягиваем 4 воздушные петли. Следующую арочку слева в третью воздушную петлю, провязываем столбик без накида, 4 воздушные петли. В 4 воздушные петли, в 4 воздушные петли, в 3 воздушную петлю слева провязываем столбик без накида. 4 воздушные петли, в 4 воздушные петли, набрасываем, протягиваем петлю, 4 воздушные петли и столбик с накидом в третью воздушную петлю слева. Вот мы присоединили в трех местах, 1, 2, 3 и осталась большая длинная арочка из 12 воздушных петель, 6 воздушных петель провязываем. 6 воздушных петель, столбик с накидом в третью воздушную петлю слева. Мы сделали присоединение. И последнюю арочку из 8 воздушных петель. Мы присоединяем в глухую петлю, там где у нас была первая арочка. Воздушную петлю для закрепления, обрезаем нить и заправляем ее. Как мы заправляем нить, когда у нас сечатый рисунок? Нам желательно при помощи иглы пройти по нашей цепочке или сюда и закрепить нить на лепестке. Значит, подхватывая ниточки, как бы вплетая нить. Мы ее маскируем. То есть, мы нигде ничего не завязываем, никаких узлов. Проходим по цепочке. И вот теперь, когда мы попали в лепесток, там где у нас проходят столбики, уже внутри столбиков мы протягиваем нашу иглу. Значит, запомните, если игла острая, то нить как бы разрывает нити, волокна нити. И немножко сложнее протягивать. Значит, не захватывайте много нитей. Если игла будет тупая, она будет просто раздвигать нити и будет легче заправлять. Но зато так надежнее. Нить практически у нас никогда не вылезет.